Да, Екатерина, добрый день, добрый день, уважаемые жители Ставропольского края, добрый день, дорогие наши земляки. Наша выездная съемочная бригада, выездной съемочный десант своего ТВ сейчас находится в городе-курорте Железноводске. И вот что я заметила, до этого мы были в Кочубеевском селе, в городе Невиномыске, и нас встречало солнышко и замечательная погода. Здесь в Железноводске пасмурно, дождя, дождь вот-вот собирается пойти, но это не останавливает избирателей. Сегодня здесь на участках города Железноводска хорошая явка, если сравнивать с аналогичным периодом выборов губернатора прошлых, то сейчас явка превышает в два раза как минимум. И сейчас мы находимся на избирательном участке, который расположился в стенах школы города Железноводска. И хочется отметить, что здесь сегодня, вот сейчас уже часа, два часа дня, и тем не менее люди подходят, подходят, постоянно избиратели голосуют, потому что они готовы сделать свой выбор в пользу нашего с вами будущего, уважаемые телезрители. Хочется отметить, что тот выбор, который мы сделаем сегодня, если не во всем, то во многом предопределяет наше с вами будущее. Поэтому, если вы еще не сделали свой выбор, обязательно выйдите на участки, проголосуйте. Участки по Ставропольскому краю работают до 8 часов вечера, они стартовали с 8 утра, до 8 часов вечера работают для вас. Также хочется отметить, что город Железноводск очень активно принимает участие в сегодняшних выборах. Самыми активными избирателями здесь стали жители геронтологического центра Биштау. Они к полудню, уже 99% этих мужчин и женщин проголосовали, а сегодня, к этому моменту, я думаю, все 100% сделали свой выбор в пользу будущего Ставропольского края. Итак, еще раз хочу отметить, что мы находимся на избирательном участке, который расположился на территории школы города Железноводска. Как проходят выборы, подробнее узнаем у председателя участковой комиссии Марины Коротковой. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Как настроение, как ваш день? Собственно, позитивное, позитивное настроение. В рамках культурной программы на наших выборах у нас сегодня был и флешмоб, и концерт, и также творческая мастерская, где ребята изготавливают игрушку для будущего нашего губернатора. Также организована в школе фотозона для безопасности выборов у нас представители полиции, а также медицинский работник. На данный момент проголосовало 56% избирателей. Надеемся, что сейчас еще пойдут избиратели к нам. Так все у нас прекрасно, хорошо. 56% из всех, кто зарегистрирован на этом участке. А сколько всего человек? 665. Зарегистрировано на участке? Да, зарегистрировано на участке. Уже 10 человек проголосовали на дому. Никаких акцессов за выбором проходят спокойно? Нет, замечаний нет, никаких тревожных моментов у нас на участке не было. Поэтому считаю, что пока у нас все в порядке. То есть день проходит в положительном ключе? Да, я думаю, что он закончится также положительно. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами пообщались. Я не буду вас задерживать, потому что наверняка у вас сейчас очень и очень много дел. Хочется отметить, дорогие друзья, что мы находимся опять же на территории школы. И здесь работают. Это самое главное, о чем хочется сказать здесь, так как это школа, много молодежи. И, конечно же, школьники еще пока голосовать не могут, но они уже приходят на участок вместе со своими родителями, всей семьей. Что немало важно для подрастающего поколения в рамках воспитания патриотической молодежи, которая действительно именно для них создается будущее, которое мы вместе с вами сегодня выбираем. Также хочется отметить, что здесь в школе организовано волонтерское движение, которое помогает в организации выборов. Таким образом тоже патриотическое воспитание молодежи прививают. Также хочется отметить, здесь, на этом участке, так же, как и на всех других, организовано голосование в рамках комфортной городской среды. Программу выбирают самые лучшие места для преобразования. И вот, как сказал уже представитель участковой комиссии, здесь проходят мастер-классы. Игрушку создают для губернатора Ставропольского края. Давайте поговорим с этими замечательными детьми. Привет! Кто самый смелый из вас, кто с нами поговорит? Как тебя зовут? Валерия. Лера, рассказывай, что ты здесь сегодня делаешь? Мы плетем куклу-подорожницу, и она берется с собой в путь для счастья, для нашего нового губернатора, которого мы сегодня избираем. Ты еще голосовать не можешь, потому что еще маленькая, но в будущем, как ты считаешь, насколько важно сделать сегодня правильный выбор для будущего всего Ставропольского края? Ну, чтобы потом другим людям было легче. Они сейчас делают правильный выбор, а потом не будут жалеть. Спасибо тебе большое. Куклу-подорожницу здесь сегодня изготавливают также в рамках культурно-массовых мероприятий. Здесь прошел уже концерт. Также работает много акций, организованных местными молодежными организациями. Опять же говорю о подрастающем поколении, о воспитании подрастающего поколения. К примеру, здесь буквально за пару минут до эфира было сделано, ну, пожалуй, самое массовое фото на выборах. Все порожки на улице школы были заняты. Пришла вся семья, наверное, взяли всех своих соседей, друзей. Весь класс наверняка, потому что вот сфотографировались, и останется это на долгую память, а может быть и получат небольшой приз, потому что много разных молодежных акций здесь сегодня проходит в городе Железноводске. Хочется отметить, что в Железноводске проживают около 36 тысяч избирателей, и судя по тому, что на сегодняшний день явка дважды превышает явку за аналогичный показатель явки прошлых губернаторских выборов, то, пожалуй, все жители Железноводского городского округа примут участие в голосовании и выберут славное будущее для всего Ставропольского края, не только для Железноводского городского округа. На этом наш выездной десант и телекомпания СВОТВ не заканчивает свою работу. Мы еще вернемся, поедем дальше колесить по окрестностям, по курортам Кавказских минеральных вод и рассказывать вам о том, как проходит день голосования на курортах Кавказских минеральных вод Екатерины.